Девочки, привет! Начинаю новый влог. Сегодня я сделала макияж палеткой от Наташи Деноне Glam. Такой старенький уже запуск. Я сделала тушевку матовыми, шикарные, шикарные, мне все понравилось. Я сейчас покажу вам сфотч на пальчик. Потом у меня сатинчик розовый по нижнему веку, а на верхнем веке это Sparkle от Бернович. На все подвижное веко я буду показывать сфотчем, подпишу какой-то оттенок. Он, знаете, такой классный. Вот мне за что полюбились Берновичи в свое время, за то, что они носибельные. Это оттенок, который выходил летом или прошлой весной. Я его брала год назад. И такое впечатление, как будто ничего особенного. Но чуть-чуть есть какой-то перелив. И вот для дневного освещения, для какого-то повседневного офисного варианта, ну, как бы в моем понимании офис, из моего опыта, да, это вполне допустимо, приемлемо. Как только ты заходишь в электрическое освещение, то есть я вот сейчас была в ванне, я глянула на себя в зеркало, этот оттенок просто горит огнем, горит зеленым переливом, очень красиво искрится. В уголочке глаза я, кстати, нанесла хайлайтер от BeColor, от которого планировала избавляться. И вот он у меня сейчас немножко как топпер нанесен, опять же, на скулу. И я уже не знаю, он, конечно, классный. Сейчас меня в нем расстраивает только его упаковка, потому что она просто отвратительная. Вот. А сам хайлайтер, в принципе, достойный. Так что макияж у меня вот такой. Вот на губах, кстати, блюрищий тинт от Romand, оттенок Warming Up. И он мне так нравится. Он так тонко, бархатисто лежит на губах. Я наносила его, честно скажу, пальчиком. Вот. Растушевала, и он, мне кажется, так освежает. И нету такого ощущения, знаете, как будто губы собрались в такую сухую, какую-то песчаную поверхность. Нет, очень все комфортно. Посмотрим, как он будет носиться. Наносила на бальзам. Вот. Я высушила голову, собралась. Мне опять нужна на почту. Опять я туда с посылками потащусь. И также я сегодня на обратном пути хочу зайти в салон красоты и проколоть себе уши. У меня есть одна дырочка, и я планирую сделать еще две. Вот. Я давненечко над этим думала, и вот, наконец-то решилась. Поэтому приду, расскажу, как прошло. Я, естественно, давно не в теме, поэтому, когда записывалась, мне сказали, что мы сейчас пистолетом уши не прокалываем. Мы прокалываем системой 75. Я посмотрела в интернете, и, как по мне, это тот же самый пистолет для ушей. Для прокола ушей. Не знаю. Сейчас посмотрим. Вот. Так что, в принципе, больше сегодня планов никаких. Сейчас покажу вам свотча продуктов, которые на лице, и побежала. И вот получаются продукты, которые в сегодняшнем макияже у меня участвуют. Растушевку я брала оттенок Крис, и потом углубляла Смоук. Вот они у меня на руке. По нижнему веку вот этот вот красивый Росголд Сатин. Центр Айлит, да. И вот на всем подвижном веке это Спаркл Бернович. Видите, он дуохромит в какой-то такой болотисто-коричнево-зеленый. Красивый оттенок, очень носибельный. Вот он в риле. Я вам подпишу номер оттенка. Классный, конечно. Очень носибельный, в то же время эффектный. И вот он на пальчике. И можно даже немножко увидеть его перелив. Ну, красивый, красивый. Значит, потом у меня хайлайтер. На руке он выглядит вот так. Его когда растираешь, вот так вот он смотрится. И вот этот вот тинт от Романт. Вот он. Блур тинт и оттенок Warming Up. И вот за счет того, что есть что-то тепленькое и рыженькое в этом сатинчике и в Берновиче, тинт очень вписался в макияж и лег хорошо. Все вместе классно смотрится. Мне сегодняшний макияж понравился. Я не знаю, будет вам слышно птичек или нет. Но это они так, знаете, чему радуются, что у нас потеплело. Сегодня всего минус 17. Я, короче, все никак не могу привыкнуть. Меня почему-то это все очень забавит. В общем, птички радуются минус 17. И я, наверное, вместе с ними тоже. Пробежалась я по холодку, вернулась домой. Если посмотреть на макияж, то видно, что вот от перепада температур, от двух часов вот этой беготни по разным местам, немножко тон. Это, кстати, enough. Видно, что... Его видно. В общем, его стало на этой зоне видно. Берновичи. Ну, тут чуть-чуть скаталась. На этом глазу все хорошо. Сошел консилер. И вообще мне этот Becolor Concealer от Heaven Days Becolor, он мне не очень нравится. То есть он... Вот его, по идее, нужно обновлять. И вот этот тинт от Romand, он, конечно, подсушивает губы. То есть он смотрится классно. Но видно край. И вот сейчас я бы уже обновила. То есть прошло где-то, наверное, три часа. И я как раз хочу нанести. Я сейчас на обратном пути была в Wildberries. И, наконец-то, забрала бальзам от Romand. Я еще не пробовала. По-моему, много уже кто попробовал. Хвалят все эти бальзамы. Это вот популярная бальзамная формула, которая вот у Мак выходила прошлым летом. У меня это оттенок 06. Он называется Kaya Fik. Здесь такой должен быть... Да, такой темный оттеночек, но он должен быть светлее. При нанесении... Сейчас попробуем. Ну да, он такой прям насыщенный. Я пришла с мороза, поэтому, может быть, эта формула еще подтает. Ну, вот такой вот бальзам. В принципе, симпатичный. Пока с мороза не чувствую, есть ли какой-то аромат. Вот так выглядит шестой оттенок Kaya Fik. А, ну и вот мои дырочки. Я выбрала под золото сережку с жемчужинкой и маленький гвоздик серебряный. В общем, я довольна. Я давно думала о том, чтобы сделать еще проколы. Ну, почему-то все время откладывала. А тут рядом с домом парикмахерская, которая это все делает. Вот. Все. Я побегу готовить обед. Вот. И, наверное, увидимся с вами в следующем макияже. Девчонки, у нас пятница. Да, вот такой вот скачок с понедельника. По пятницу. Но дело в том, что, честно говоря, мне просто было стыдно перед вами показываться с грязной головой. А из-за проколотых сережек, из-за проколотых ушей я боялась мочить голову. Ну, вот, получается, с понедельника. И вот сегодня, наконец-то, я ее помыла. Сегодня, наконец-то, у нас намечается дело, ради которого мы, собственно, и прилетели. Главное самое в Новосибирск. И будет очень сложный день. Я беру весь день в разъездах. И у меня быстрый макияж. Все, у нас уже едет в такси. Позже я вам отсниму свотчи. У меня это все Project Pen. Ну, то есть вот моя ежедневная косметичка. И вот на глазах это Huda Beauty, матовая розовая палетка. И Charlotte Tilbury. Два спарговые из ее палетки, лимитки. Ну, я прикреплю свотчи. Очень красивая. Я ее добавила в повседневную косметичку, потому что думала, что она подсыхает. Но на глазах она работает отлично. А на губах блеск баксом, конечно. Выше всяких похвал. Единственный момент, что сейчас я, получается, выйду в мороз с этим блеском, а он так-то холодит. Наверное, не очень удачный выбор. Но он подходит и к кофточке, и к макияжу. В общем, я побежала. Отсниму вам свотчи. Может быть, отсниму еще центр Новосибирска. Зайдем куда-нибудь покушать. Выберем какое-нибудь место. Одно из наших любимых. Ну и все. И, может быть, еще забегу в Wildberries что-нибудь. Покажу, что я туда забрала. Мне кажется, я уже больше вещей из Wildberries притащила. С того момента, как мы прилетели, чем привезла сюда из Турции. В общем, день будет тяжелый. Но ничего, погнали. Честно говоря, этот день был очень напряженный, поэтому я толком ничего не снимала. Только немножко в ресторане. Это грузинская кухня. Мы здесь обедали. Ну, честно говоря, кроме такого достаточно насыщенного интерьера, я не могу его похвалить. Нам не очень понравилось, поэтому я рекомендовать это место не буду. Но пару кадров я там сделала. Так, девчонки, у нас суббота. У меня сегодня на лице очередная порция новинок, покупок. На самом деле странно. Я думала, лучше передадутся цветам. У меня на лице палетка новая от Клио. Ну, для меня новая. Я ее очень давно хотела. Это вот такая вот фиолетовая палеточка. Она называется Atelier In Hanam. Я прям давно ее хотела. В ней очень нежные цвета. Вот такие вот. Из-за вот этого шиммера хотела. Но в итоге все три блестяшки раскрылись. Очень интересно на глазах. Но я вижу, что вам не передается. У меня это очень красиво. Все достаточно ярко, фиолетово на глазах. В жизни очень нежно и очень классно. И, как всегда, просто, быстро и легко тушевать, наносить. В общем, просто. Я в восторге, как обычно. Что я еще пробовала? Во-первых, хайлайтер от Dolce. Не знаю, будет вам видно. Да, видно. Он такой тепленький. Наверное, выдает желтизну. Но в жизни это такое достаточно спокойное свечение, благородное. Не подчеркивает текстуру. Я довольна. Еще у меня два бюджетных продукта на лице. Это скульптор от Love Generation. Ну, такой нормальный. И вот такие румяна. Бабл. Мне очень они понравились. Классные. Единственное, что цвет на руке, он примерно вот такой вот. Ну, и вот как тюбик. Но на лице они все-таки на мне тепленькие. Но все равно легли хорошо. Интересно, как долго будут держаться. Потому что все-таки это вот эта капсульная формула, которая, ну, непонятно, как по своим свойствам. Также я сегодня использовала вот это вот масло от Love Generation. Оно мне ужасно не понравилось. Оно воняет. Воняет отдушкой с виноградом. Шумозной, которую я терпеть не могу. Я одно время пробовала покупать помады от Stellarie бюджетные. И мне нравятся, в принципе, их формулы. Мне нравятся цвета. Я помню, что покупала. Но я от всех избавилась, потому что я не могла ими пользоваться. Вот из-за этой отдушки она отвратительная. Вот. Поэтому я пока не знаю, что буду делать с этим маслом. И как я упустила вот этот вот момент, что в фиолетовом оттенке масло виноградная отдушка. Ну, собственно, вроде бы как бы логично. Но почему-то я, видимо, не заморачивалась. Мне просто хотелось вот такую штучку, вот такую с сердечком. И еще у меня сегодня на губах вот такая вот помада. Это тоже у нас что это? Это тоже Love Generation. Это очередной запуск очередного бренда вот с таким сердечком. И вообще это должна была быть фиолетовая помада. Фиолетовый оттенок с блестками. Но, видимо, потому что я наносила не на сухие губы, а на губы в масле. И лег этот оттенок очень тонко. И, ну, сами видите как, и блесток не видно. Но, тем не менее, я довольна. Очередная вот эта вот приятная формула, которая бальзамная, которая очень комфортно сидит на губах. Вот. Мы сегодня поедем, наконец-то поедем в Академгородок вдвоем с мужем погулять. Новосибирский Академгородок – это мой родной район. Я очень люблю это место. Я там выросла, провела половину своей осознанной жизни. Оно очень красивое, оно очень атмосферное для меня, очень много значит. Поэтому сегодня мы погуляем по нашим любимым местам. Благо сегодня всего минус 8, просто слава богу. Завтра опять что-то там минус 20. И вот мы именно сегодня, пока солнечно и пока тепло, обязательно хотим погулять. Ну и опять встретиться с близкими людьми, вот, чтобы со всеми успеть повидаться. Вот, решила вам еще раз снять макияж около окошка. Может быть, будет видно. Я как раз одела свитер и сережки. И, по-моему, сейчас видно, насколько он такой лавандово-фиолетовый. Очень красиво. Мне пока нравится прям, как смотрится. И мягкая тушевка. Мне в этой палетке Atelier Inhanam нравится вообще степень углубления, ну, вот, затемнение, да. Но я понимаю, что для многих она будет слишком светлая. Мне с моей посадкой глаза смотрится хорошо. И, в принципе... И вот можете обратить внимание, что глиттер я тоже использовала. Но как я его использую? Я набираю пальчиком, прям так пам-пам-пам. И точно так же переношу на уже нанесенный основной шиммер. То есть тоже так пам-пам-пам. Не густо, а только чтобы появились какие-то отдельные блесточки. И тогда он сидит очень мягко, легко. Не перегружает глаз. Не смотрится пошло. Потому что вот я с вами разговариваю на расстоянии человека, да. На расстоянии разговора. И просто что-то там сверкает. Но все очень нежно. В общем, мне пока все нравится. Нравится хайлайтер, нравится эта бальзамная помада. Я, конечно, немножко другого цвета ожидала. Ну, как бы, ладно. Это уже мелочь. Вот. И нравится, как все смотрится. Мы приехали в Академгородок. Вы знаете, конечно, с одной стороны все меняется. Появляются новые здания. И мое родное место, мой родной район тоже изменяется. Но с другой стороны, насколько все остается прежним. Академгородок — это что-то вроде города-сателлита рядом с Новосибирском. И это очень зеленое место. Здесь очень много зеленых зон, парков. И это все не отдельно от инфраструктуры города. То есть просто ты живешь в лесу буквально. Я с удовольствием прошлась по тропинкам, которым я гуляла с детства. Мы, наверное, пешком прогулялись часа полтора-два. Было, конечно, промозгло. Но вообще весь влог состоит из кусочков, слепленных из марта. Такой получился коллективный март. Мы закончили прогулку в бургерный мясоруб. Очень ее рекомендую, очень у нее ее любим. Она продолжает держать марку. Мы здесь встречались с друзьями. Ее здесь очень вкусно, атмосферно. Всем рекомендую. У них крафтовый сидор. И я заказывала себе так, с креветками. А у мужа был их какой-то фирменный бургер. Кстати, вот этот макияж, который я засняла, это последний мой макияж. Huda Beauty, ретроградный Меркурий. Я избавляюсь от этой палетки. Скоро будет видео с отчетом по проекту. И вот я поехала по делам. И заскочила в местный магнит. Все уже видели эту коллекцию. Это вот я снимала неделю, наверное, уже 4 или 3 назад. Даже не помню. Мне из всей коллекции понравился только хайлайтер. Он такой необычной упаковки. Достаточно легкой. Но он очень красивого цвета. На мне сидит хорошо. Мне понравился. И я вот его приобрела. Все остальное мне не приглянулось. Все-таки бюджетные тени. Их видно сразу. Ничего особенного. И немножко мучнисто. Ну и что тут еще у нас? Помимо всего остались блески. У них очень дешевенькая, на мой взгляд, упаковка. Жемчужинки эти ее дешевят. Поэтому на них не остановилось. Вообще, в этот день я приезжала по делам в нашу бывшую квартиру. Теперь уже отдавала ключи новым жильцам. И вот я решила пройтись по нашему ЖК. Хотела вам показать наш классный вид на реку, на город. Но в этот день была такая жуткая метель, что вообще ничего не было видно. При этом, в принципе, погода была очень комфортная и была очень симпатична. Конечно, для меня это было тяжеловато. Потому что это был мой любимый дом, который мы продали. И сейчас непонятно, когда я смогу сказать еще про какое-то место так же. Но я решила вставить эти кадры все-таки в влог. Потому что, ну и так, мало кто смотрит влоги. И, в принципе, мои я фактически ощущаю, что снимаю их в первую очередь для себя. Поэтому я решила, что пусть это будет здесь. Ну и чтобы влог на грустном не заканчивать, я решила еще сюда поместить последний макияж. Я выкладывала его в телеграм-канал. Это макияж палеткой Визиарт, Амур и двумя новыми спарклами от Шик. Мне, в принципе, макияж понравился. Все достаточно сверкало. И, в принципе, я довольна продуктами. Это вот спаркл Вега. Он далеко не новенький. Но вот я, наконец-то, решилась на его покупку. А это новый Хадар. И, конечно, Вега намного блестючее, чем Хадар. Хадар немножко проигрывает. Вообще он мне, в принципе, не особо так понравился. По-моему, довольно обычный оттенок. И также на руке вы у меня видите сводча румян. Это как раз румяна из палетки Визиарт. Ну и в этот день была чудесная погода. Как вы видите, уже немножко подтаяла. Это уже был конец марта. И это были наши, по-моему, последние выходные в Новосибирске. Мы опять поехали в Академгородок. Прогулялись. Было достаточно промозгло. Поэтому, пока гуляли, мы зашли в кафе. Какой-то вообще no name. Даже не подскажу название. Такой достаточно домашний у них интерьер. Как будто на кухне у кого-то сидишь. Но кофе они сварили просто чудесно. Поэтому мы погрелись и пошли дальше гулять. В принципе, у нас оставалось еще немного времени. И я очень рада, что я все-таки попала в одно из самых моих любимых мест в Новосибирске. Это кафе Sparks в Академгородке. Я вам всем от всей души его рекомендую. Это потрясающее место с очень классной кухней. И очень сильно вам рекомендую у них чизкейк из адыгейского сыра. Это потрясающий десерт. Один из моих любимых. В общем, в принципе, я довольна, как закончилось наше путешествие в Новосибирск. Я рада, что у меня получилось встретиться со всеми и провести классное время.